Первым участники рейда посетили семью, проживающую в довольно ветхом жилом помещении частного сектора по улице Кирова. Здесь собственными силами хозяева делали ремонт. Печного отопления в доме нет, а потому первое, что стало объектом проверки на исправность, проводка и электрическое оборудование. В общем, памятник, все требования о безопасности сказано. На обратной стороне, обратите внимание, указываем все телефоны экстремистов. В семье двое еще совсем маленьких детей. В каких условиях они проживают, имеется ли все необходимое для их нормального развития и обучения, исполнение этих и других требований для родителей также не остались без внимания сотрудников полиции и социальной службы. По тому же алгоритму прошла проверка и в многоквартирнике по улице Олега Кашевого. Здесь, где также проживают несовершеннолетние дети, участники рейда проверили состояние газовой плиты, порекомендовали убрать в недоступное для детей место огнеопасные предметы, а также поинтересовались рационом питания семьи. Молодцы, вижу, с крупной овощей. Напомните за употребление алкогольной продукции. Вы у нас на исправление идете, вам памятки. Проводится проверка условий проживания несовершеннолетних детей в замещающих семьях, в семьях, находящихся в социально опасном положении, с целью выявления фактов социального неплакополучия. Когда родители злоупотребляют спортными напитками, собираются посторонние лица по месту проживания семьи для употребления алкогольной продукции, когда родители самоустраняются от воспитания и содержания своих детей, не работают, то есть ведут асоциальный и моральный образ жизни. На сегодняшний день во всех поселениях на совместном контроле органов местного самоуправления, социальной службы, сотрудников полиции и МЧС находятся 62 семьи. Надо отметить, что регулярные проверки обеспечивают в том числе и противопожарную безопасность. В местах проживания, которые мы сегодня обследовали, были замечания. Здесь мы на Кашуло 13 договорились, что мы установим пожарный извещатель, хозяйка дала добро. Тут суть этих рейдов даже в том, что люди, находящиеся в социально опасном положении, не оставались наедине с самим собой, а тем более со своими проблемами. Мы обязательно им поможем, где-то просто советом, где-то делом, где-то они могут рассчитывать на финансовую помощь. В период с января по ноябрь межведовственная комиссия провела 43 рейдовых мероприятия. Дальнейшие посещения семей, находящихся в социально опасном положении, до конца этого года будут продолжены. Игорь Скворцов, Александр Ахрамович, телеканал Первый Советский.